Программа «Будьте здоровы». Акция проходит не первый год. Ее цель – привлечь внимание общества к проблеме распространения ВИЧ-инфекции. Мы узнаем, кому стоит сделать экспресс-тестирование, кому это сделать необходимо, как проходят подобные мероприятия и насколько они действенны. Пару слов о самой акции, когда она зародилась в стране, когда к ней присоединился Киров и почему такое название «Стоп ВИЧ Спит». Акция зародилась несколько лет назад. Она межведомственная, то есть ее придумал не только Минздрав Российской Федерации, ее придумали сразу несколько ведомств, они объединили усилия под руководством Фонда социально-культурных инициатив и решили проводить такую акцию дважды в год. Акция «Стоп ВИЧ Спит» приурочена двум памятным датам. Первый из которых – это, конечно, Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря. Традиционно он отмечается во всем мире. А вторая акция приурочена к Международному дню памяти жертв СПИДа, то есть людей, умерших по причине ВИЧ-инфекции СПИДа. Она приходится на 3 воскресенье мая, и поэтому традиционно в мае проходит еще одна Всероссийская неделя тестирования и Всероссийская акция «Стоп ВИЧ Спит». То есть та, которая сейчас приурочена к 1 декабря, она уже началась или только начнется? Какие сроки? В Российской Федерации сроки объявлены с 26 ноября по 2 декабря. Но в связи с большой популярностью этой акции мы уже дали старт 21 ноября на конференции, посвященной актуальным проблемам инфекционных заболеваний ВИЧ-инфекции. И акция продолжится уже сегодня вечером в одном из развлекательных клубов нашего города, в развлекательном центре «Нион». Продлится она с 9 вечера и, наверное, до часу, может быть, даже до 2 ночи. Я, наверное, тогда немного себе не так это представляла. Я думала, в ней участвуют только медицинские какие-то учреждения. Конечно, нет. Я еще раз повторюсь, что акция межведомственная, поэтому она проходит сразу в ряде организаций самых разных ведомственных принадлежностей. То есть медицинские работники в данном случае выступают как люди, которые дают возможность развернуть мобильные пункты тестирования, пункты информирования населения в самых разных доступных для населения точках. Это могут быть библиотеки, трудовые коллективы, то есть на предприятиях, организациях. Это могут быть стенды, это могут быть лекции. Вот буквально вчера мы выезжали в Алтай-сервис, где провели информирование и экспресс-тестирование для сотрудников этого предприятия. Надо сказать, что сотрудники очень активно откликнулись. Они заинтересованы в своем здоровье. Мы рады, что руководство предприятия поддержало проведение этой акции. Все прошли экспресс-тестирование, узнали полезную для них информацию и, в общем-то, были очень рады и благодарны нам за такую акцию. А эти точки, вы определяете их как-то сразу или можно, грубо говоря, по ходу акции присоединиться к какому-то предприятию? Как это вообще организуется? Ну, как правило, заранее, еще до объявления дат акции мы высылаем письма, предлагаем всем принять участие и уже с теми, кто согласился, кому это действительно интересно, мы определяем даты. На сегодняшний день могу сказать, что у нас до 18 декабря уже достаточно плотный график посещений и трудовых коллективов, и образовательных организаций уже существует. То есть вы не ограничиваетесь вот этой неделей, как много заявок, соответственно, вы дальше это продолжаете? Да, мы не ограничиваемся, то есть сама неделя, в общем-то, способствует тому, что у людей повышается интерес к этому вопросу, к профилактике ВИЧ-инфекции, к сдаче теста. И несмотря на то, что тест на ВИЧ можно сдать в течение всего года бесплатно, именно в рамках этой недели мы предоставляем возможность максимально активно, на месте, не отрываясь от работы, не отрываясь от учебы, узнать свой ВИЧ-статус. А как вы выбираете предприятие, к которому вы выходите с этим предложением? Ну, с теми, кто принял такое решение самостоятельно, узнав об акции, понятно. А как насчет тех, кого выбираете вы? На какие факторы обращаете внимание? Не могу сказать, что мы прицельно как-то выбираем, анализируем. Конечно, мы смотрим статистику заболеваемости, смотрим обязательно возрастную категорию сотрудников, смотрим, в какой категории у нас больше выявляется. То есть мы, например, видим, что в этом году у нас выявляемость повысилась в возрастной группе от 30 до 34 лет. То есть вообще население от 30 до 40 лет составляет сегодня ведущую группу по частоте выявляемости ВИЧ-инфекции среди жителей Кировской области. Поэтому мы смотрим на предприятия, где занято очень много людей в этой возрастной категории. И просто смотрим крупное предприятие, где люди, в принципе, не проходят. Крупное производственное предприятие, где в профосмотры тест на ВИЧ не входит. То есть у людей нет повода. Если мы берем медицинские организации, медицинские работники на ВИЧ обследуются. А если мы берем какой-то производственный механизм, завод, например, то мы точно знаем, что в профосмотры не входит этот анализ. И предлагаем сотрудникам добровольно его пройти прямо на рабочем месте. Вот опять-таки к вопросу межведомственности. А почему этот анализ не входит у нас до сих пор в профосмотр? Ведь так было бы намного легче. С одной стороны, да. Это упрощает задачу для работников здравоохранения. Все пришли, сдали в обязательном порядке и никого искать не надо. С другой стороны, это полностью исключает сам вопрос контроля за этим заболеванием. Вот если мы посмотрим на пути передачи ВИЧ-инфекции, они так или иначе связаны с поведением человека. Незащищенные контакты. На них, кстати, приходится 70% случаев заражения от числа вновь выявленных. Поэтому вот один поведенческий фактор употребления инъекционных наркотиков. Это тоже фактор, который может контролироваться человеком, употребляет он или нет. Если человек знает, что он допускает эти факторы риска, у него есть право обследоваться добровольно. Если человек, в общем-то, все отдает на волю медиков, меня выявят, меня полечат, то у него и стимула защищать, сохранять свое здоровье, менять свое поведение в сторону более безопасного не формируется. Поэтому изначально тестирование на ВИЧ носит статус добровольного. Обязательно оно является только для декретированных групп, то есть работники лаборатории, медицинские работники, которые работают с биологическими материалами. Это военнослужащие, женщины во время беременности дважды проходят тест на ВИЧ, половые партнеры беременных женщин, потому что существует инкубационный период, и нам нужно защитить будущего ребенка. Ну и еще ряд других профессий, как правило, относящихся к категории военнослужащих. И все, на этом перечень заканчивается. Если не предприятие, а обычный человек, может принять участие в этой акции? Безусловно. Он может обратиться в любое учреждение здравоохранения, например, в поликлинику по месту жительства. Он может подойти в спидцентр, он может подойти в кабинет инфекционной клинической больницы. У нас там открыт процедурный кабинет, чтобы можно было сделать услугу более доступной и спокойно пройти тест на ВИЧ. А может человек сам оценить необходимость проведения этого теста? То есть какие-то вопросы, возможно, стоит задать себе, на какие вопросы ответить, чтобы понять, что действительно... То есть проговорите вот эти еще раз факторы. Когда ты попадаешь в группу риска? В группе риска вообще на сегодняшний день практически все. Так как общая популяция уже поражена ВИЧ-инфекцией достаточно серьезно, у нас выявлено в этом году в Российской Федерации уже более 85 тысяч новых случаев. И многие случаи приходятся, ну почти половина случаев приходится на людей, которые не относятся к понятию группы риска, которые у нас раньше были, то есть люди, которые употребляют наркотики, то сегодня в группе риска все. Какие факторы повлияют? Безусловно, это незащищенный половой контакт с человеком, чей ВИЧ-статус вам неизвестен. Или вы предполагаете, что это для человека может быть положительный ВИЧ-статус. Наличие заболеваний, передающихся половым путем. Наличие воспалительных заболеваний половой системы. Все это факторы, при которых рекомендуется сдать тест на ВИЧ. Нанесение любых повреждений кожи и слизистых нестерильным инструментом. Это может касаться татуировки в домашних условиях, это может касаться получения каких-то услуг в салоне, где вы не уверены в стерильности или одноразовости инструментов. Но безусловно, употребление психоактивных веществ. Сегодня мы говорим уже не только об инъекционных наркотиках, но и обо всех веществах, приведящихся к состоянию опьянения, когда человек перестает контролировать свои действия и в этом состоянии может совершать поступки, ведущие к заражению. Например, половой контакт. Традиционно в периоды новогодних праздников, когда спид-центр не работает, у нас поступают звонки о том, что хочется срочно сдать тест на ВИЧ. После корпоратива, после какого-то праздника, наутро осознав, что что-то пошло, видимо, не так. Но здесь сразу скажу, что сдавать тест на ВИЧ после ситуации риска в первый же день бессмысленно. То есть в первый день, если вы придете, вы установите ВИЧ-статус свой до момента заражения. То есть наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции до того, как вы заразились. Если вы заразились и пришли на завтра, то антидел специфических, по которым происходит диагностика, будет просто в крови недостаточно. Для этого надо в среднем от 3-4 недель до 3 месяцев. Поэтому тест на ВИЧ всегда предлагается сдать дважды. Если была ситуация риска, и вот на акциях мы обязательно говорим всем, что если у вас была ситуация риска, и сегодня вы сдаете тест на ВИЧ, и он у вас отрицательный, возможно, что у вас вируса нет, а возможно, не прошел период серонегативного окна. Поэтому мы рекомендуем вам через 1,5-2 месяца подойти к нам в спеццентр и повторить этот анализ уже в условиях лаборатории. Нужно ли как-то готовиться к тестированию? Специальной подготовки не требуется. Сдавать тест на ВИЧ можно в течение всего дня, преимущественно, конечно, в первой половине дня, но мы не ограничиваем. У нас забор крови производится в спеццентре с 7.30 утра до 6 вечера. Поэтому достаточно свободно можно выбрать время удобное, подойти, сдать тест. Не требуется отказа от приема пищи перед сдачей теста. Ну, желательно, конечно, приходить трезвым. То есть... Желательно. Желательно, потому что мы никому, конечно, не отказываем, но всё-таки состояние алкогольного опьянения не является благожелательным фактором для прохождения исследований. То есть бывают такие прецеденты? Бывают. Люди, видимо, прям сразу с корпоратива, после того, как что-то пошло не так. Бывают после вчерашних корпоративов, бывают после свежих корпоративов, бывают и люди, которые не только в состояние алкогольного опьянения приходят, да, то есть задумавшись о том, что они сделали и не было ли у них риска. Но иногда для них это привычное состояние. Но всё-таки мы настраиваем на то, чтобы человек приходил в трезвом состоянии и накануне употребления алкоголя не было. Но, с другой стороны, это тоже какой-то показатель, видимо, самоответственности людей. То есть когда был какой-то фактор риска, и люди сразу идут задавать анализы. Это часто вообще происходит? Нет, это происходит не часто, но тут играет фактор страха свою роль. То есть человек совершает какой-то поступок, и вдруг ему сообщают информацию, от которой ему становится страшно. То есть, например, там был незащищённый контакт в состоянии алкогольного опьянения с мужчиной, с женщиной, у которого, возможно, есть вирус, или даже наверняка есть вирус. И даже если этот контакт был защищён презервативом, что значительно снижает риск передачи вируса, у человека появляется сильный страх. И он, бросая всё, несётся в ближайший кабинет, иногда анонимный, иногда платный, иногда государственный, и старается сдать тест на вещь, преимущественно анонимно, для того, чтобы выявить, есть у него это заболевание или нет. И вот тут как раз начинается беседа о том, что вот сейчас мы выявить, возможно, не можем, если у вас отсутствовал вирус ранее, что если у вас 2-3 дня назад была эта ситуация, то нужно будет ждать примерно месяц, как минимум 10 дней точно ждать придётся, самая ранняя диагностика, возможно, через 10 дней после заражения. И уже человек начинает осознавать последствия своего поступка, то, о чём он раньше не задумывался, когда его совершал. Если говорить о последствиях, какова вероятность при незащищённом половом контакте, что человек тоже будет инфицирован, если партнёр был ВИЧ-положительным? Достаточно высокая. Точных цифр нет, но достаточно высокая, потому что есть самые разные факторы, влияющие. Если этот человек, у которого есть вирус, принимает антиретровирусную терапию, достиг неопределяемой нагрузки, то риск заражения крайне низок. Если этот человек даже, например, не знает о своём заболевании, количество вирусов в крови, соответственно, в половых секретах достаточно высоко, то риск может быть очень высоким. И бывает достаточно одного полового контакта. А как быстро можно узнать результаты анализов? То есть вот кровь издают в этот же день, на следующий или это занимает какой-то определённый период? В спид-центре, в условиях лаборатории, срок готовности анализа – один рабочий день. То есть если вы сегодня сдаёте, завтра вечером вам будет выдан результат. Если это экспресс-тестирование на рабочем месте, то по капле крови из пальца мы знакомим с результатами через 15 минут. Но этот результат считается неокончательным. То есть он отличается высокой достоверностью, специфичностью, но не считается окончательным, потому что любое экспресс-тестирование рекомендуется перепроверять в лаборатории. Вопрос следующий у меня как раз про проверку. Если фактор риска был, а анализ отрицательный, возможно, в организме ещё недостаточно антител, и нужно будет ещё раз сдать кровь позднее. А при положительном человеку сразу выставляется соответствующий диагноз или необходимо ещё раз сдать кровь, чтобы была стопроцентная уверенность, то есть исключить ложноположительный результат? Нет-нет, обязательно при положительном анализе существует алгоритм дополнительной диагностики. У человека повторно забирается кровь. Она исследуется обязательно дважды. Плюс углублённые исследования. Если первичные скрининговые анализы положительные, идёт более углублённое обследование, в которое выявляют отдельные белки, иммуноферментный анализ проводится. И дальше идёт выявление генетической структуры вируса для определения количества вирусов в крови. То есть только по совокупности клинических, то есть это обязательно беседа с врачом-клиницистом, который определит наличие и отсутствие признаков заболеваний, эпидемиологических, беседа с врачом-эпидемиологом, который определит наличие риска, и лабораторных данных, то есть они на третьем месте стоят по значимости, хотя с них всё начинается, только по совокупности вот этих вот трёх компонентов выставляется диагноз ВИЧ-инфекции, никак не иначе. По одному лабораторному анализу никогда диагноз не выставляется. И мы всегда говорим, что недостаточно просто сдать анализ. Нужно обязательно пройти консультации врачей и собрать всю картинку истории заражения для того, чтобы установить, что это действительно ВИЧ-инфекция. Если такой диагноз установлен, человек вот он остаётся наедине с этим диагнозом или дальше с ним ведётся какая-то работа, специалисты объясняют человеку, как действовать дальше, то есть что происходит? Специалисты, безусловно, работают с человеком, но выбор человека или работать со специалистами, сотрудничать и получать помощь, или отказаться и справляться самостоятельно. Выбор у человека всегда есть, мы его не ограничиваем, но тем не менее мы стараемся сопровождать всех пациентов, даже отказывающихся от помощи. Звоним, приглашаем, приглашаем на беседы, приглашаем на обследование, объясняем значимость для них обследования, тем более, что это бесплатная услуга. И пациента, конечно, мы не оставляем, не бросаем. А почему люди могут отказываться? Это страх или это ещё какие-то причины? Чаще всего страх. Страх того, что их увидят в спеццентре, узнают об их диагнозе, страх приёма терапии, страх того, что от них откажутся, отвернутся, уволятся, работы, перестанут общаться. В основном это страх. И такая, знаете, русская черта, ну вроде бы вот сколько поживу, столько и хватит. Есть, к сожалению, такое. Вот я не знал, что у меня есть. Жил себе хорошо, спокойно, не боялся. Ничего не происходило. Ничего не происходило. А вот теперь я знаю, вроде бы ещё ничего не происходит, потому что длительное время заболевание бессимптомно протекает. Но жить уже страшно. И вот не могут справиться с этим страхом и зачастую уходят от контактов с медицинскими работниками. И, к сожалению, стараются скрыть свой диагноз и, в общем-то, зачастую служат источником распространения инфекции. А сколько, кстати, вот бессимптомно может заболевание течь? Ну, сегодня мы наблюдаем в основном до 7 лет. По статистике есть случаи бессимптомного течения и 10, и 12 лет, но в основном вот в среднем 3-5 лет. А насколько действенны вообще такие акции? Насколько больше людей приходят обследоваться? Насколько больше выявляется? Ну, в прошлом году в рамках акции, приуроченной именно к 1 декабря, у нас за месяц пришло ровно в 2 раза людей больше, чем в любой другой месяц. Вдвое увеличилась обращаемость. Ну, и за одну неделю у нас было выявлено сразу же 6 случаев заболевания. Немного вы в самом начале программы затронули отношения людей, именно когда такие массовые акции, то есть, условно говоря, когда принимает участие целое предприятие. Как вообще люди к этому относятся? Потому что вот мы сейчас говорили о том, что есть определенный страх, страх о том, что узнают. То есть, все равно, наверное, каждый как-то там в голове прокручивает, там, вдруг я, там, припоминает какие-то свои факторы риска. Как люди вообще? Есть те, кто говорят, нет, я не буду? Это же добровольно. Конечно, есть, безусловно, и относятся к акциям по-разному. И есть предприятия, которые говорят, категорическое нет, чтобы вас не было на нашем предприятии, знать ничего не хотим. И есть точки, в которых мы старались поставить мобильные пункты, но руководство этих центров категорически отказывается, чтобы здесь проходило экспресс-тестирование. То есть, так и говорят, что нам не надо, чтобы здесь ходили всякие. Хотя наше мнение сводится к тому, что страх все-таки идет от незнания. Люди отказываются по двум причинам. Либо они не знают свой ВИЧ-статус, не хотят знать, и вообще не хотят знать ничего об этом. Либо они уже знают свой ВИЧ-статус и категорически отказываются от любой информации о ВИЧ-инфекции для того, чтобы это не стало более явным. Мобильные эти пункты, они сами как выглядят? Так вот, как на театральной площади периодически делают вакцинацию против гриппа? Или просто приходят два человека со стеклами медицинскими? Как это вообще? Мобильный пункт, разворачивающийся на базе какого-то учреждения, выглядит достаточно просто. Это несколько человек, как правило, три. Один человек для информирования людей, чтения каких-то лекций, бесед, ответов на вопросы, регистрация, согласий, потому что все-таки это медицинское вмешательство и требуется согласие человека на прохождение освидетельствования на ВИЧ. Это отдельная форма согласия. И лаборант, который непосредственно проводит сам тест на ВИЧ. Тест на ВИЧ – это одноразовые тест-полосочки, которые на месте дают результат через 15 минут. Все используется одноразовое, стерильное, условия, все требования и условия гигиенические соблюдаются полностью. В целом, сколько вся процедура займет? Если человек, например, решил пройти такое экспресс-тестирование во время рабочего дня, на какое время ему нужно рассчитывать? Человек подошел, получил информацию о рисках, это может быть письменная, может быть устная информация, заполнил согласие, сдал тест на ВИЧ, как правило, это занимает 5-7 минут. Дальше он может пойти заняться своими делами и через 15-20 минут от момента сдачи анализа, может быть, больше, подойти и узнать результат. То есть там уже выдача результата происходит достаточно быстро. Мы объясняем значение результата, объясняем необходимости обращения за классическим исследованием. И, в общем-то, все значительного времени не требуется. То есть правильно ли я понимаю, что потом вот кировская статистика, она уже подбивается потом в общую статистику всероссийскую? Конечно, обязательно. А сколько сегодня вообще человек с ВИЧ проживают на территории региона? Мы оцениваем эту цифру как около полутора тысяч человек, потому что кто-то уезжает, кто-то приезжает. То есть примерно она вот такая. А по этому году данные? В этом году у нас зарегистрировано на 20 ноября 207 новых случаев. Это 18-19 новых случаев ВИЧ-инфекции каждый месяц. Это больше, меньше прошлого года? Это примерно на уровне прошлого года. То есть мы говорим о том, что цифры не растут, но и значительного снижения мы тоже не отмечаем. В целом эту ситуацию можно охарактеризовать как плюс или как минус? То есть как плюс, что цифры не растут, или как минус, что не удается добиться снижения? Снижение добиться не удается, но плюс в стабилизации все-таки существует. Мы надеемся, что стабилизация позволит нам снизить общее число людей, живущих в СВИЧ на территории, то есть чтобы показатели не росли слишком быстро. По возрасту, возможно, по социальному статусу подбиваете как-то такую картину? Да, безусловно. Если мы говорим о цифрах этого года, то у нас отмечается рост числа людей старшей возрастной группы, то есть старше 40 лет, грубо говоря. Если вот посмотрим, за 10 месяцев, сравнение у нас существует, за 10 месяцев 2017 года в возрасте от 40 до 44 лет у нас было зарегистрировано всего 11%. В этом году уже почти 16,5%. То есть мы четко видим, как растет эта возрастная категория. Видим, как растет возрастная категория старше 50 лет. Если в прошлом году было всего 6%, то в этом году уже 12% от всех вновь выявленных случаев. При этом отмечается некоторое снижение числа людей в более молодом возрасте. 30-34 года снижения примерно на 5% вновь выявленных. О статистике заболеваемости конкретно по Кировской области мы поговорим поподробнее в следующей программе. А что касается данных по стране, я посмотрела вот на сайте акции. Есть данные по 2017 году. В России сегодня с ВИЧ живут более 900 тысяч человек. Причем мы понимаем, что это данные официальные. Это люди, которые уже обратились к медикам и узнали о своем положительном ВИЧ-статусе. В реальности таких людей, конечно же, больше. По статистике, каждый час в России заражаются 10 человек. И знание своего ВИЧ-статуса – это какая-никакая возможность остановить распространение заболевания. Мне еще хотелось бы добавить, что всю информацию о режиме работы мобильных пунктов экспресс-тестирования можно найти на сайте областного спеццентра aiz43.ru. И повторю, тестирование бесплатное и анонимное. Сегодня со мной беседовала заведующая отделением профилактики Центра по профилактике и борьбе со СПИД инфекционной клинической больницы Екатерина Сметанина. Я, Дарья Топузлиева, прощаюсь с вами. До следующей встречи. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.